Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. 13 июля в Казанском федеральном университете после капитального ремонта состоялось открытие общежития номер 4 студенческого городка на улице Красной Позиции, дом 6, корпус 3. Новые комфортные условия для студентов оценила заместитель премьер-министр республики Татарстан Лейла Фазлеева. В сопровождении ректора КФУ Ленара Сафина она смотрела здания, чтобы воочию увидеть результаты проведенных ремонтных работ от подвала до кровли зданий и фасадов. Гостям были продемонстрированы обновленные административные, учебные и жилая зоны, места общего пользования кухни, душевые, гладильные комнаты и так далее. В первую очередь вице-премьера отметила стильный и современный дизайн помещений, над которым трудилась целая команда профессионалов из Института дизайна и пространственных искусств КФУ, а также их эргономичность, комфорт и функциональность. Ректор Казанского университета в свою очередь отметил, что приведение в нормальное состояние всех общежитий студенческого кампуса является главной задачей для ВУЗа. Уже несколько дней в сводках новостей активно обсуждается покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Что известно о событии, а также какие последствия следуют за ним, расскажем далее. Крупное политическое событие произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пентильвании. Покушение на Дональда Трампа случилось во время его выступления. Выстрелы раздались через пять минут после начала митинга. В ходе расследования стало известно, что стрелявший находился в 125 метрах от политика. Он залез на крышу ангара, занял позицию и открыл огонь. Следует отметить, что покушавшийся на жизнь Дональда Трампа молодой человек по имени Томас Мэтью Крукс, он стрелял из снайперской винтовки, достаточно небольшого расстояния, около 120 метров, как указывают специалисты. Смог он произвести несколько выстрелов, причем кто-то говорит, что этих выстрелов было три, кто-то говорит, что этих выстрелов было больше. Но можно сказать о том, что результатами этих выстрелов оказалось ранение самого Дональда Трампа. Кроме того, один человек из присутствующих на этом собрании был убит, еще двое ранены. Ну, то есть, действительно, несколько выстрелов состоялись. Не с первой попытки, но покушавшемуся на жизнь Трампа все же удалось его задеть. Политического деятеля чудом спасло то, что он отвернулся в момент выстрела. И пуля, которая должна была стать смертельной, лишь пробила ухо. Находясь между агентами секретной службы, Дональд Трамп показал толпе руку со сжатым кулаком и крикнул «Боритесь!». Что касается последствий этого покушения, то они, конечно, будут очень большое влияние оказывать на ход дальнейшей предвыборной кампании, президентской кампании. Потому что на протяжении всего времени Демократическая партия предпринимала огромные усилия для того, чтобы любыми путями дискредитировать личность Дональда Трампа. Ну и, можно так сказать, демонизировать его личность. Ну и, как говорят специалисты сегодня уже, да, это то, что следствием вот таких действий в отношении Дональда Трампа, собственно, и стало результатом вот это покушение. Потому что, ну, действительно, очень агрессивная кампания в отношении Дональда Трампа велась на протяжении последних месяцев. Покушение на Трампа произошло всего за пару дней до начала Национального съезда Республиканской партии в Миллоке, где делегаты должны были выдвинуть политического деятеля кандидатом на пост президента США и утвердить политическую платформу партии. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на съезде, предупредили о состоянии повышенной готовности после произошедших событий. Даже те политики, которые раньше обвиняли Дональда Трампа, они уже сейчас высказываться начинают в пользу его поддержки. Ну и происходит определенная такая ситуация, при которой Дональд Трамп выступает в качестве героя, можно так сказать. А следует сказать, что да, действительно, Дональд Трамп здесь приобретает некий героический образ, потому что, ну, нужно отметить, что в ходе событий, связанных с его покушением, действовал он достаточно смело. Это видно прямо на видеокадрах, потому что, как известно, покушение попало на видеозапись и облетело все телеканалы мира. Этот инцидент по-прежнему вызывает много вопросов. Как преследователю удалось принести оружие? Почему не получилось обезвредить напавшего быстрее? И какие цели преследовал покушавшийся на жизнь Дональда Трампа? И это только минимум. Но очевидно одно. Инцидент лишний раз предупреждает о необходимости усиления мер безопасности при проведении подобных мероприятий и отслеживании подозрительных высказываний и протестов. Кристина Отекина, Универновости. Мечтаете стать высококвалифицированным психологом или преподавателем? Тогда вам точно нужно поступать в Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Далее расскажем о том, какие направления подготовки реализуются в институте, сколько бюджетных мест и чем занимаются студенты в свободное время. Институт психологии и образования Казанского федерального университета занимает высокие места в мировых и российских рейтингах в своей области. Важнейшей задачей института является подготовка кадров в сферах образования и психологии. Институт психологии и образования является одним из немногих, где реализуется программа специалитета. Например, абитуриенты могут поступить на направление клинической психологии. Бакалавриат представляет порядка 15 образовательных программ. Одними из самых популярных являются специальное дефектологическое образование, общая психология и педагогическое образование. Мы выстроили систему преемственности в нашем институте, когда выпускники бакалавриата могут получить высококачественное образование на более чем 20 программах магистратуры, которые очень тесно связаны между собой. И наша философия и идеология состоит в том, чтобы именно выпускник бакалавриата мог найти возможности для дальнейшего совершенствования, это во-первых, на программах магистратуры, либо достаточно серьезно поменять свое первоначальное направление подготовки. И это тоже очень важно, так как согласно статистике примерно 70% выпускников бакалавриата не работают по первой специальности. И это большая такая научно-практическая проблема, как правильно выбрать первую профессию и всю жизнь совершенствоваться в ней. Институт психологии и образования Казанского федерального университета готовит специалистов разных ступеней высшего образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры. Помимо этого абитуриенты могут самостоятельно выбрать форму обучения, исходя из своих предпочтений. Это могут быть как традиционно очно-заочная, так и очно-заочная форма обучения. В 2024 году на институт выделено 666 бюджетных мест. Из них на очную форму обучения бакалавриата и специалитета 8 мест, заочная форма представлена в размере 210 мест и 268 мест выделено на магистратуру. Также отличительной особенностью института является то, что студенты педагогического направления могут присутствовать на лекциях по психологии, а студенты, получающие специальность психолога, могут заниматься вместе с педагогами. Важным фактором привлекательности наших программ, безусловно, является внутренняя атмосфера нашего института, наша философия, институт «Мой дом», когда каждый студент может окунуться в нашу жизнь, почувствовать себя здесь действительно очень комфортно, спокойно, потому что вообще те будущие профессии педагога и психолога, которые приобретаются здесь, в стенах института психологии и образования, они вообще настроены на коммуникацию, на доброжелательное отношение к людям, на понимание друг друга. Помимо обширной образовательной деятельности, студенты института психологии и образования Казанского федерального университета принимают активное участие в культурно-массовой жизни вуза. Это и фестиваль «Студенческая весна», и развитие медиа-центра своего института, создание и проведение всевозможных квестов и конференций. Приходи, институт психологии и образования Казанского федерального университета ждет именно тебя. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Язык постоянно развивается и меняется. Особенно это заметно в молодежной среде, где активно появляются и распространяются новые слова и выражения, которые составляют так называемый сленг. Когда он появился и какое влияние может оказать на культуру языка в целом, узнаете в следующем сюжете. Сленг – это особый пласт лексики, который включает в себя неформальные, разговорные, а иногда и жаргонные слова и выражения. Он возникает естественным образом в молодежной среде. Как рассказывают лингвисты, сам сленг появился очень давно, еще в Древней Греции и Древнем Риме. А термин «сленг» был введен приблизительно в XIX веке, когда стали формироваться различные субкультуры. Со временем он становился все более разнообразным и проникал в различные социальные группы. Сегодня сленг активно используется не только подростками, но и людьми самых разных возрастов и профессий. Сленг я использую чаще всего в переписке, потому что так можно расширить свой кругозор, общаться с друзьями на одном языке, так сказать. С родителями я чаще всего использую, но как бы без сленга разговариваю, потому что они могут не так понять. Например, моя мама знает только краш, рофл и кринж. Новый сленг я часто употребляю, обычно с друзьями, когда мы с ними общаемся. Родителям я уже объяснила, что такое скуф, многие другие слова, они теперь шарят у меня. Тоже с ними, с родителями разговариваю, как с друзьями, потому что нам весело. Я использую сленг регулярно, в основном только с общением с друзьями. С родителями я разговариваю по-другому. К сленгу отношусь нормально. Взрослые обычно не понимают многие слова, поэтому с ними так не общаюсь. Однако влияние сленга на литературный язык вызывает опасения у лингвистов. Некоторые молодежные слова и выражения постепенно проникают в повседневную речь, вытесняя привычные формулировки. Это может привести к обеднению языка и затруднению коммуникации между представителями разных поколений. С другой стороны, сленг – это живой и динамичный пласт языка, который отражает изменения в обществе. Он позволяет молодежи быстро реагировать на новые реалии и тренды, придумывая яркие образные слова для их обозначения. Таким образом, сленг обогащает язык, делая его более гибким и адаптивным. В основном, наверное, когда ты играешь в какие-нибудь компьютерные игры, а-ля по типу Dota или Counter-Strike, когда я раньше играл, и сленг, который там был, ты применяешь его в жизни. Например, вот слово «ачивка». Это же как считается достижение, но ты используешь это достижение. И многие вот такие вот слова. Они тоже меня не понимали, думали, что странное какое-то у нас там сына проверить надо. Не совсем понимаю слова, которые сейчас молодежь употребляет. Ну, довольно-таки часто с этим сталкиваюсь, даже на работе. У меня очень молодой коллектив, и частенько слова не понимаю, что они хотят сказать и что имеют в виду. Всё меняется. Например, какие-то слова приобретают новое звучание. Например, кринж. Уже такое довольно старое слово, но всё же сленг, можно сказать. Попадаются слова, которые я не знал, ну и с родителями, с друзьями очень много говорим на молодёжном языке. Слэнги. Подростки предпочитают создавать и используют новые слова, потому что это позволяет им выделиться из толпы, создать свою уникальную культуру и быть на одной волне. Кроме того, для них это является способом выразить свою индивидуальность и протестовать против старших поколений. Создается своего рода язык внутри языка, что помогает подросткам формировать своё собственное сообщество и укрепляет их взаимосвязь внутри него. Важно найти баланс между использованием сленговых выражений и соблюдением норм литературного языка. Резидак Каримова, Тимур Ахметов, Универновости. Со старта приёмной кампании прошло 25 дней. На 15 июля число поданных заявлений на бюджет в Казанский федеральный университет составляет 2805 заявлений, а вне бюджета – 2187. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений, истории и востоковедения. Институт управления экономики и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Напомним, что подать свои заявления вы сможете на онлайн-платформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлёвская, 35. Приходи, мы ждём именно тебя. Исследование выпускника Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета было отмечено на международном конкурсе научных работ «Students' Cup 2023-2024». В секции медицинских наук Кирилл Герасченков занял второе место. В биомедицинском направлении выпускник КФУ, единственный представитель российских вузов, стал призёром, сообщил Центру медиакоммуникации КФУ, доцент кафедры биологии, биотехнологии и фармакологии. Институт фундаментальной медицины и биологии, его научный руководитель Миляуша Ибрагимова. Всего на конкурсе было представлено 487 работ из 19 стран. Работа Кирилла Герасченкова была посвящена влиянию леганто-адренорецепторов Ницергалина на содержание диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в клетках органов мышей. Конкурсные жюри оценивали актуальность, новизну, значимость работы и степень её завершённости. Научный руководитель добавила, что исследования Кирилл Герасченков проводил в паре с выпускницей Института фундаментальной медицины и биологии Алиной Шаурбиной, что послужило основой для их выпускных квалификационных работ. На этом всё. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!